1 января вступил в силу новый кодекс об административных правонарушениях. Больше всего изменений касается правил дорожного движения. Согласно проекту, за попытку скрыться с места ДТП может грозить штраф 40 тысяч рублей и лишение прав на 2-3 года. Штраф за превышение скорости на 20-40 км в час увеличится сразу в 6 раз и составит 3 тысячи рублей. При превышении на 40-60 км в час штраф вырастет до 4 тысяч рублей. Для нетрезвых водителей присутствие в машине несовершеннолетнего ребенка младше 16 лет станет отягчающим обстоятельством. При этом за отказ от освидетельствования теперь будут наказывать строже, чем за езду в состоянии опьянения. С начала года распорядиться средствами маткапитала можно будет быстрее. Так решение по заявлениям от граждан пенсионных он будет принимать в течение 10 дней, а не целый месяц, как это было раньше. В случае принятия положительного решения деньги перечислят в течение трех рабочих дней. С 1 января пациенты государственных учреждений здравоохранения могут получить медицинскую справку в электронном виде. Причем запросить ее можно удаленно в личном кабинете на портале госуслуг с помощью суперсервиса «Мое здоровье». Бумажные справки силы не теряют. С нового года вступил в силу закон, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители. Стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1500 рублей. Точную цену субъекты устанавливают самостоятельно. С 1 января заработала прогрессивная шкала налогообложения вместо плоской. Это означает, что не все граждане будут платить НДФЛ-поставки в 13%. Доходы россиян, зарабатывающих больше 5 миллионов рублей в год, это около 416 тысяч рублей в месяц, будут облагаться налогом в 15%. Все многоквартирные дома, разрешение на строительство которых выдано с 2021 года, должны быть оснащены интеллектуальными приборами учета электроэнергии. Обязанность по установке возлагается на застойщиков. Четчики будут сами отправлять данные о потреблении, освободив жильцов от обязанности передавать показания вручную.